Уважаемые коллеги, стоило ценам на нефть хоть чуть-чуть подрасти, как на нас тут же обрушился цунами официального оптимизма. К примеру, в ЦИОМ радостно сообщает, что благосостояние наших граждан взлетело на недосягаемую высоту. Оказывается, население довольно всем и жильем, и одеждой, а главное – величиной зарплат. Кто-нибудь в это верит? А я верю. У обитателей Рублевки и других олигархических райских кущ все действительно в шоколаде и в бриллиантах. Яхты то и дело меняют. Правда, у менее удачливых сограждан, не сумевших строиться в рынок, такой эйфории нет. В России 20 миллионов нищих, а бедных чуть ли не половина населения. Однако наши высоколобые социологи утверждают, что граждан, мол, не волнуют рост цен и состояние экономики. Короче говоря, смысл послания в ЦИОМ – жить стало лучше, жить стало веселее. Но эта легендарная фраза товарища Сталина подкреплялась мощнейшим, невиданным в истории ростом экономики. Ежегодно строились тысячи предприятий, осваивались новейшие технологии. Страна превращалась в научно-промышленную сверхдержаву. Современная Россия на всех парах мчится в обратном направлении. Обрабатывающая промышленность падает 15 месяцев подряд, такого не было с начала 90-х. В 2015 году спад экономики составил 3,7, а за 4 месяца этого года – 1,5%. Тот же в ЦИОМ сообщает, что в мае 2014 года, на пике всеобщего счастья, когда бочка нефти стоила недосягаемые 120 долларов, индекс удовлетворенности жизнью был 72 пункта, а сегодня всего 48. А тут еще несознательные пенсионеры жалуются, что на 8 тысяч рублей в месяц прожить невозможно. Но лидер Единой России, господин Медведев, бодро заявляет – денег нет, но вы держитесь. А чтобы народ не расслаблялся, господин Медведев недавно подписал решение о повышении тарифов ЖКХ в среднем на 8%. И это при том, что зарплаты заморожены, а индексация пенсии всего 4%. Добавим к этому налог на недвижимость по кадастровой стоимости, проблемы ветхого аварийного жилья, жуткую закредитованность населения и прочие радости. Вот вам механизм ускоренного обнищания населения. Из тельящика интернета трубят, что экономика и население адаптировались к нынешнему состоянию. Адаптировались – это, по-русски говоря, приспособились. Правильно. Позавчера человек жил в своей квартире, вчера у него банк отобрал квартиру за долги, сегодня человек живет на вокзале. Это тоже называется адаптацией. И при этом, несмотря на бравурные марши из Минфина и Минэкономразвития, реального восстановления экономики нет и не предвидится. Заклинания, на которые охочий эконом-министр, не помогают, ни черная, ни белая магия не срабатывает. Проблема-то рукотворная, созданная теми же самыми оптимистами-экономистами. К счастью, наш непотопляемый экономический гуру, господин Кудрин, обещает создать гениальную концепцию подъема народного хозяйства. Очевидно, этот труд потянет на Нобелевскую премию по экономике, которую господин Кудрин, как ни странно, еще до сих пор не получил. Правда, возникнет этот гениальный документ не раньше, а среди, но следующего года. А до тех пор будем и дальше лететь в тартарары. В числе основных проблем России господин Кудрин выделил коррупцию и неэффективность госинститутов. Как будто он сам не стоял у истоков коррумпированной и некомпетентной системы под названием «Кудриномика». По моему определению, Кудриномика – это такая экономическая стратегия, которая противоречит не только национальным интересам, но и здравому смыслу. Но главный враг наших спасителей Отечества из числа экономических светил – инфляция. Кудрин предлагает свой рецепт по нацелу всех бедствий – посадить экономику РФ на голодный паек безденежья, ограничив рост ВВП 1% и снизив покупательную способность и без того обнищавшего населения. Это и впрямь выведет нас из кризиса, прямиком к полной катастрофе. На самом деле источник инфляции совсем другой – алчность естественных монополий. Но вот на них-то никто ограничивать и не собирается. Вот их-то никто ограничивать и не собирается. А вот то, что предлагает наш гуру, неизбежно ведет к повышению температуры протестных настроений. При этом предохранительные клапаны уже заварены. Я имею в виду кучу репрессивных законов, которые напринимали в этих стенах. Конечно, при желании законы физики можно отменить федеральным законом. Но пока еще по всем природным законам перегрев пара при закрытых клапанах неизбежно заканчивается взрывом. В нашем случае – социальным взрывом. Для успокоения нравов создали Национальную гвардию. Но лечить-то нужно не симптомы, а глубинные причины болезни. Так что для профилактики болезни лучше направлять докторов из Нацгвардии не на площади, где будут собираться недовольные, а туда, где генерируется недовольство, то есть в экономические ведомства. Да там даже лечебными дубинками махать не придется. Люди интеллигентные. Как только ОМОНовский грузовик подкатит к дверям Минфина, сразу все поймут, что нужно менять экономическую стратегию. Тогда и поводов для уличных беспорядков не будет. Между тем, КПРФ не просто критикует провальную деятельность российских звездно-полосатых экономистов, но и предлагает свою совершенно конкретную программу возрождения экономики России. Наши предложения сформулированы в 10 пунктах Орловского международного экономического форума. Эти предложения идут гораздо дальше идей странноватого Столыпинского клуба. Так хочется вспомнить, что Столыпин еще ассоциируется с Столыпинскими галстуками. Каким способом навязывались эти самые Столыпинские реформы. Но нас вызывает удивление прежде всего, что руководство страны рассматривает концепции пикейных жилетов из разнообразных клубов, но не принимает во внимание идеи крупнейшей оппозиционной партии. На всякий случай напоминаю, что именно во времена нахождения этой партии у власти была создана могучая научно-промышленная и сырьевая база, которая до сих пор держит Россию на плаву, несмотря на дикие эксперименты экстремистов-экономистов. Среди этих экспериментов уничтожение отечественной обрабатывающей промышленности, а заодно и промышленного пролетариата, дабы неповадно было устраивать революции. Возьмем, например, локомотивное депо «Сургут» филиал РЖД, где творится откровенный беспредел. Там работников локомотивных бригад переводят на самообучение, как следствие аварии и столкновения поездов. Машинисты, не согласны с падением профессионального уровня, отстраняются от работы. Скоро поезда, как и самолеты, нам будут водить гастарбайтеры. Однако Карл Марс подчеркнул значение не только пролетариата, но и мелкой буржуазии в крупных политических трансформациях. В те времена их давили феодалы. А ныне малый бизнес давят все, кому не лень. Крупные торговые сети влазят в каждый дом, ликвидируя магазины шаговой доступности. Налоги они платят по месту регистрации, как правило, за пределами региона. Товары по большей части импортные, во всяком случае, не местные. Так мы никогда не справимся с проблемой долгов региона, которая достигает двух триллионов рублей. Народ на местах говорит, я имею в виду малый и средний бизнес, те самые предприниматели, о которых у нас так пекутся. Не надо нам бюджетных денег, не мешайте нам работать, не меняйте то и дело ваши законы. Поэтому я вношу законопроект о том, чтобы ограничить присутствие крупных торговых сетей, которые душат малый бизнес, и не только одного бренда, в районе и в регионе, 50%. Уважаемые коллеги, мой личный опыт изучения и поддержки повстанческих движений на Юге Африки, подчеркну победоносных повстанческих движений, показывает, что наиболее революционным фактором, поднимающим народ на борьбу, является отнюдь неподпольная организация. Самым революционным фактором на Юге Африки был рост цен на продукты и тарифы ЖКХ. Долго закручивали гайку, а потом грохнуло. И кто закручивал гайку? Добропорядочные белые парламентарии ЮАР, которые напринимали законы, ведущие к обнищанию десятков миллионов людей. Репрессивная система государства апартеида была намного более мощная, нежели то, что сейчас выстраивается в России. Вот где было подлинно полицейское государство. И что? Все равно не удержали. Можно уже сегодня назвать буревестников грядущей революции. Это отнюдь неукротимый Сергей Удальцов, который сейчас добиться в Тамбовской тюрьме. И не зловредный государственный департамент США. Это все тоже добропорядочный Алексей Леонидович Кудрин, который генерирует идеи, способные довольно скоро привести к революции. Так что призываю вас в поисках виновников надвигающейся смуты смотреть не вниз в ряды оппозиции, а вверх, на верхние этажи власти. Вот где, как в далеком 2017 году, прячется истинная причина революции. Спасибо за внимание.